Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала Афонтова. Посмотрите на это несчастье, которое меня посетило. Вы помните, в прошлом году нам рассказывали очень много о том, что погибли лиственницы. Там просто целый парк погиб по дороге в Девногорск. А вредитель, которого назвали полиграфом, оказывается, он кушает не только лиственницы, то есть из хвойников. А вот, пожалуйста, в этом году пострадал кедр. Здесь два кедрёночка ещё молодых. Один, посмотрите, зелёный, а другой, посмотрите, уже жёлтый. И мне очень хочется показать место, где впивается этот жучок в кору и что происходит, чтобы вы понимали, что это такое. Посмотрите внимательно, видите, вот это, это не плесень, это наплыв смолы. Этот жучок, войдя туда прямо в под кору, начинает, естественно, растение, ну, выгрызать там, высасывать, не знаю, что он делает. Незнакомо ещё с этим, особенно-то, вредителем. Но дерево настолько мудрое, что начинает запечатывать эту дырку, куда жучок влез. И, естественно, смола вытекает, и вот это признак того, что полиграф вот здесь вот есть. Всё, этот кедр практически погиб. На стволе у этой эпихты, а я в прошлом году её очень тщательно лечила. Посмотрите, видите, наплывы вот смолы здесь явно видно со всех сторон. Они хоть маленькие, но есть. И в этом году я воспользуюсь теми же препаратами. Это Децис. Я других средств не нашла, которые бы погубили. И, конечно, Актара. Я буду опрыскивать так, что, ну, не знаю, раз в неделю это точно. Вот она явная. Видите, вход этого жучка, и вот она смола потекла. Оно его там законсервировало. Но от этого мне-то не легче. Всё равно вредитель явно присутствует. И лечить это обязательно. Хочу ещё одно дерево показать. Это сосна. Она здесь выросла сама. Здесь есть искусственно посаженные хвойники. Это выросла сама. Тут просто уже не видно на этой коре. Слава богу, вот как бы с вредителем на этом деревце я справилась. Здесь не видно ни одного входа и нету смола течения. Я её, конечно, буду обрезать. Она стала толстенькая. Это я искусственно формирую вот такие вот веточки с подушками. Мы это с вами уже проходили. Это очень красиво. Видите, как замечательно смотрится. Я покажу, как это делается, если кто-то ещё не знает, что можно такую красоту сделать. А вот ещё хочу обойти вот с этой стороны и показать вам лиственницы. Посмотрите, разве можно потерять такую красоту? Ну вот у лиственниц иногда рыжеют иголочки. А знаете почему? Оказывается, нагревается на солнце ствол. Естественно, зелень начинает впитывать влагу, питательные вещества. Но в стволе-то недостаточно этих питательных веществ, а земля ещё замёрзшая. И происходит вот такое вот несоответствие. И это не признак заболевания или вредителя. Так бывает, потому что ей явно не хватает питания. Ммм, красотка. Посмотрите, какая она красотка. Ну, её тоже полиграфчик посетил. Похоже на то. И если мы раздвинем ветки, то увидим, да, вон она проблема. Вон, видите, смулообразование. Он всё-таки залез, гадёныш туда, в основание ветки. Он всё-таки там просверлил всё. Ну, от этого избавиться не очень сложно. Ну, может быть, от густоты ещё желтеют. Ну, посмотрите, какая она красивая. Она просто чудо. Вы такие ветки видели? Это целая маленькая сосна. Видите? Просто нужно обрезать их вовремя и правильно. И получится вот такая необычная красота. Кормите их обязательно. Если вы видите, что у вас рыжеет хвоя, ну, как вот у неё. Может быть, это происходит и не от того, что её полиграф там заел, а может, от того, что питания явно не хватает. Нужно опрыскивать. Есть специальные для хвойников подкормки. И просто конкретно покупайте для хвойников. Там состав достаточно сложный, и сами вы его не сделаете. Первое, что вы должны сделать рано весной по корочке льда – всё-таки мочевинки посыпьте. Растения любят кислый азот. Сами по себе иголки этого растения, так называемый сосновый опад, они тоже очень кислые. Вот, посмотрите, под этой сосной уже есть сосновый опад. Видите? А чтобы она не замёрзла у нас зимой, у неё корневая система промерзает, значит, вот этим опадом вместе с листьями закрываем тёплой подушечкой. Надеюсь, что вам было интересно сегодня. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин